Полный отказ от бумажных страховых полисов пугает каргандинцев. С 1 января 2019 года страхование в Казахстане должно перейти в электронный формат. В первую очередь это насторожило автовладельцев, каждый из которых обязан иметь полис. Чем это может обернуться, выгоды и риски выясняла Людмила Бачкина. Казалось бы, введение онлайн-страхования – это сплошные плюсы. Водителю не нужно возить с собой и бояться забыть страховой полис. Он будет находиться в единой базе данных, и полицейские в любой момент смогут его увидеть посредством интернета. Во-вторых, обязательное страхование для автовладельцев должно стать дешевле. Но автомобилисты боятся, чтобы не получилось по схеме, хотели как лучше, а получилось как всегда. Ну ладно, я, можно сказать, продвинутый пользователь. Я могу пользоваться. А, допустим, мой очень хороший знакомый, родственник, для него компьютер – это темный лес. А что я буду показывать этим представителям полиции? Думаю, меньше будет поделок. В плане бумажного носителя всегда можно поделать, электронное – нет. Но будем надеяться, что это как-то удешевит страховку. Вот вы страховщик. Я пришел, отдал свои документы, она мне выписала, я села, поехала. А это две недели я буду делать. Сделаю я, а не сделаю я, не знаю. Директор страховой компании Ирина Ким уверена, что клиентам будет удобно. Приходить в офис не надо, полис можно оформить, переоформить или расторгнуть по интернету. Через сайт можно будет уведомлять о наступлении страхового случая и получать информацию о страховых выплатах. Правда, в будущем, возможно, придется сократить штат сотрудников. Я считаю, что онлайн-страхование положительно скажется на страховых компаниях. В том плане, что, во-первых, это снижение какого-то бумажного документа оборота. Потом это еще очередной канал продаж для страховых компаний. Естественно, конечно, это потребует каких-то IT-инвестиций. Однако, по словам общественника Руслана Лазуты, подавляющее большинство дорожных инспекторов полиции еще не оснащена планшетами, по крайней мере, в Караганде. А если электронные носители и есть, то базы данных в них постоянно зависают. Представьте, вот такой вот малограмотный полицейский, а их у нас подавляющее большинство на дорогах, которые осуществляют безопасность дорожных движений, что он будет всячески отравлять жизнь водителю и ссылаться на то, что нет, вы подождите, мол, да, сейчас база заработает, и я вас там попроверю. Еще одна проблема – мошенничество со страховками. По данным МВД, сейчас от 10 до 20% бумажных полисов в стране фальшивые. Электронные подделать сложнее, но меньше их не станет, считает Руслан Лазута. Судя по тому, сколько уже сейчас проблем с электронной регистрацией автомобилей или недвижимости. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Равиль Валеев, 5 канал.